Я начну. Раз, два, три. Все, хватит. Вот это первая схемка, которую нужно записать. Запомнили? Пишите по памяти теперь. Схемка номер два. Царство растений, отдел класс порядок семейства род вид. То, что нужно помнить, это еще плюс 5% того, что надо знать из ботаники. Так, все, идем дальше. Отдел зеленой водоросли, отдел мхи, отдел плавный, отдел хвощи, отдел папоротники, отдел голосеменные, отдел покрытосеменные. В этом направлении шла эволюция. То есть, вот так вот, ну это логично, что вот так они эволюционировали. Дальше. Давайте пробежимся по представителям и назовем какие-то особенности. Значит, представители у зеленых водорослей, можно вот так вот подчеркнуть. Хлорелла, Вольвакс, Хламидамонада, Аспергира, Ульва, Улодрикс. Теперь, Хлорелла, Вольвакс, Хламидамонада, они изучаются и спрашиваются в плане протистов. Но они, по сути, растения, поэтому у них есть клеточные стенки, у них нет сократительных вакуолий, потому что они растения, им это не нужно. Клеточная стенка у них есть, поэтому сократительная вакуоль, им не нужна. Такая вот связь. Хлорелла, вы помните самую первую схему, как размножаются растения, то есть у них есть половое и бесполое размножение. Допустим, это характерно для Вольвакса. Вольвакс может размножаться спорами и гометами. Фламидомонада может размножаться спорами и игометами. У Лотрикс спорами и игометами. У Льва спорами и игометами. Но вот хлорела, она только спорами может размножаться. А спирогира ни спорами, ни игометами. Единственный способ размножения – это фрагментация. Что такое фрагментация? Для новеньких, кто-нибудь можете найти и скинуть рилфик куда-нибудь в начале сюда. Пускай тоже посмеются. Значит, фрагментация. Запомните надолго. Дальше идем. Что надо запомнить про сфагнум? Вот конкретно берем сфагнум, мох. И про него это особо спрашивают. Вот у него нет резоидов. Нет резоидов. У Плаунов. Ну, из особенностей ничего такого сверхъестественного, в принципе, нет. Один раз в каком-нибудь вопросе может профигурировать, что заросток бесцветный и живет 7 лет в симбиозе с грибами. Я даже не думаю, что это надо здесь писать. На данный момент времени. То есть красная книга. Вот хвощ большой, сальвиния, пихтор белая. Вот эта красная книга. Так, сфагнум. Идем дальше. Мы сейчас обсуждаем особенности вот этих вот организмов. И потом я это все дело сотру. И будет что-то еще. Значит, голосеменные. Какие здесь особенности? Давайте мы пишем. У них нет плодов. Допустим, у можжевельника шишка ягода – это не плод. Потому что можжевельник – это голосеменое. У голосеменных нет плодов. Так, дальше идем. Из таких особенностей, как надо знать и понимать. Особенность – смотрите. Древесина. Вот так вот. Там была печатка. Я просто и написал раньше времени. Я понял, в чем причина была. Древесина покрытосеменных состоит из селемы, механических тканей и поэнхимы. Окей? А если мы берем древесину голосеменных растений, то древесина печатайся. Древесина только из селемы. Плюсики поставьте. Так, нам Вика присоединилась. Так, здесь у нас будет гометофит с парафитом. То есть, кто является гометофитом, кто является с парафитом. Вот так вот можно тоже разделить. Если мы берем зеленые водоросли и мхи, то у них гометофит – это растение. А вот здесь плавные хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные. Растение – это уже с парафитом. Растение… То есть, когда мы говорим «лотрикс», вы представляете такую зеленую, ничтую водоросль. Вот это гометофит. То есть, когда мы говорим, что растение, мы представляем какую-то зеленую штуковину, которая растет. Вот водоросли, само растение водорослей или само растение мха, там гометофит – это растение. Или растение – это гометофит. А растение у плавных хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных является уже с парафитом. Вы будете еще видеть, кто доминирует. Какое поколение доминирует. То есть, доминирует всегда то поколение, которое можно увидеть, пощупать. То есть, доминирует всегда растение. Гометофиты доминируют, соответственно, у зеленых водорослей и у львов. А спарафит доминирует у плавных, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных. Вот. А кто является спарафитом, допустим, у зеленых водорослей? Если мы берем конкретно у Лотрикс, вот берем у Лотрикс, там спора диплоидная, она является спарафитом. Спора, она делится миозом, значит, спора – это спарафит. Только есть спора. Зигота. Извиняюсь. То есть, когда две половые клетки объединяются, получается зигота. Зигота делится миозом с образованием спор. Значит, единственное диплоидное поколение в цикле развития у Лотрикса – это, написал тоже спора, зигота. А вот тут таки напишу, зигота. Зигота. Умхов – это коробочка на ножки. Короб нене. Напишу вот так вот. Умхов, спарафит – это коробочка на ножки. Коробочка на ножки растет на самом гометофите. Они соединены. Дальше. Кто является гометофитом у вот этих вот товарищей? Плаунов, хвощей и папоротников. Это заросток. Просто пишу, что заросток – это гометофит плавнов, хвощей и папоротников. Пока не будем это все детализировать. Это все детализация будет чуть позже. У гола семенных и покрытосеменных тут уже есть какое-то разделение. Допустим, у гола семенных и покрытосеменных мужской гометофит – это пыльцевое зерно. То есть ПЗ-ПЗ – это М, мужской гометофит. Женский гометофит. У гола семенных – это два архегония и эндосперм, а у покрытосеменных – это зародышевый мешок. Сейчас мы это дело разделим. Вот так вот. То есть два архегония и эндосперм. Нарисую какую-нибудь полосочку красивую. Два архегония и эндосперм – это женский гометофит голо-семенных. Вам же могут задать вопрос, кто является гометофитом у голо-семенных растений. И многие люди… Что написано под пыльцевым зерном? Это буковка М. Это обозначает, что это мужской гометофит. А здесь можно написать буковку Ж, что это женский гометофит. Значок. То есть зародышевый мешок – это женский гометофит. А два архегония и эндосперм – это тоже женский гометофит, только голо-семенных. Тут у нас загрузка продолжается. Можно написать еще плюс 10%. Полосочки на глаз ориентировочно, потому что я вижу, что у нас 5 и 10, надо было увеличить эту пятерочку. Что, 60% мы уже выучили, и это так. Значит, обратим внимание на такую колонку, как эризоиды. Здесь мы максимально упростим. Вот видите, у нас есть вот эти вот голо-семенные, покрыто-семенные. У них эризоидов ни у кого нету. Минус-минус. А здесь у Лотрикса есть эризоиды. Есть эризоидоподобная клетка. Там у него есть. У мхов есть эризоиды. Только нету сфагнума эризоидов. Если мы берем гометофит, допустим, плаванов, хвощей, папоротников, то есть именно заросток, на этом заростке есть эризоиды. Везде. То есть посмотреть на наличие эризоидов. Эризоиды где нужны? Эризоиды нужны там, где для оплодотворения нужна вода. Можно, в принципе, вот так вот плюсики эти стереть чуть-чуть. Что я там стер? Триготу стер. Можно плюсики эти сейчас стереть. Здесь у нас эризоиды и нужна вода для оплодотворения. И везде есть плюс, плюс, короче, давайте еще один плюс поставлю. Плюс. Так, у взрослого растения плавно эризоидов нет, потому что у него уже есть корни. То есть растения, что для вас растения? Там есть корень, стебель, листья. Вот это вот про растения. То есть если мы возьмем мох, то там спорофит – это коробочка на ножке, оно еще не настолько это все крутое. А гометофит, он имеет ризоиды. То есть когда мы речь ведем о ризоидах, обычно это гометофит. То есть это ризоиды имеют гометофит. Давайте я тут тоже допишу, что гометофит имеет ризоиды. И кроме этого нужна вода для оплодотворения. То есть гометофит имеет ризоиды, и гометофиту нужна вода для оплодотворения. Это все одна и та же тема. Да, папоротнику нужна вода для оплодотворения, потому что оплодотворение, половые клетки образуют заросток. То есть растения – это спорофит, а половые клетки образуют гометофит. Гометофит лежит там где-то на земле, образуют половые клетки, и они должны плыть по воде. Этот заросток крепится на земле ризоидами. Крутая схема? Крутая. Теперь обсуждаем антеридии и архегонии. Антеридии и архегонии – это многоклеточные органы полового размножения. То есть их нет у зеленых водорослей, но у мхов они есть. И у мхов они располагаются… Есть женское и есть мужское растение. То есть можно написать, что есть растение мужское, и вот есть растение женское. Вот так вот. Если мы берем плавных хвощей и папоротников, то у них на заростке есть и архегонии, и антеридии, то есть у них заросток обоеполый. Есть и антеридии, и архегонии, и обоеполый заросток. У голосеменных и покрытосеменных, видите, геметофит – это пыльцевое зерно. Мужское геметофит – это пыльцевое зерно. То есть там нет уже антеридий, то есть нет каких-то половых органов, которые образовывали бы сперматозоиды. Там есть пыльцевое зерно, в котором уже два спермия находятся. И оно будет лететь по воздуху. Там вода никакая не нужна для оплодотворения этого всего. Насчет архегониев. У покрытосеменных архегониев нет, а у голосеменных их есть еще два штучки. Смотрите, у сосны есть архегонии. Эти архегонии находятся в шишке. В каждом архегонии находится яйцеклетка. Когда будет происходить оплодотворение, то один спермий будет оплодотворять одну яйцеклетку. Эндосперм будет развиваться без оплодотворения. То есть сам по себе будет развиваться. Давайте здесь в загрузку еще 5% нарисуем. Так. Ксилема у покрытосеменных – это трахеи и сосуды. Я знаю, почему вы просите запись. Чтобы я опять написал древесина, и вы ржали сидели. Но я напишу древесина. Напоминаю, что это мхеткань, механическая ткань, селема и паренхимные клетки. Просто напоминалочка такая. Чем представлена древесина у покрытосеменных? Трахеи, представленные сосудами. Ладно, давайте я про древесину сотру, потому что уже есть. Нарисую просто, что такое трахеи. Трахеи – это клетки, они же делятся. И в какой-то момент растворяются между ними оболочки, умирают, и полностью растворенные оболочки формируют сосуд. Вот это и есть трахеи или сосуды. То есть это кселема покрыта семенных растений. А вот у всех остальных, товарищей, я прям так напишу. Ладно, у водорослей нету кселемы и флэмы. Минус-минус поставим. Допустим, мхи, плавные хвощи, папоротники, голосеменные, они имеют кселему, представленную трахеидами. Значит, так, это минус-минус, тут напишем трахеиды, трахеиды, не трахеи, а трахеиды. И что они себя представляют. Просто не полностью растворенная перегородка, а частично. То есть там есть дырочки. И все. Вот в этом разница. Флэма. Это, опять же, напоминаю, кселема проводит воду из корня в листья, а флэма проводит органические вещества. Но обычно пишут, куда угодно может проводить органические вещества, но обычно оттуда, где они были синтезированы, туда, где они нужны. То есть из листьев органические вещества могут проводиться в корне. Это делает флэма. У покрытосеменных флэма представлена ситовидными трубками и клетками-спутницами. Клетки-спутницы имеют ядро. А вот у этих товарищей ситовидные клетки, они сами имеют ядро. Вот такая вот разница. Подписывать, что вот ситовидные клетки, что это ситовидная клетка, СК. Ладно, сейчас. Ситовидная клетка. Сейчас получится что-то не очень. И это ситовидная клетка. А вот это клетка-спутница. Она имеет ядро. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...